Здравствуйте! В эфире телеканала Десна ТВ Новости. В студии работает Ксения Ложкова. Смотрите сегодня выпуски. Медиков Десногорска поздравили с профессиональным праздником. С праздником, с нашим. Здоровья, удачи, успехов вам и вашим близким. Горные пейзажи в выставочном зале Десногорского музея. Захотелось, конечно, побывать в Непале, посетить эту прекрасную страну Тибет. 20 июня в России чествовали работников здравоохранения. Накануне этого праздника, 18 июня, в торжественной обстановке актового зала городской поликлиники поздравили сотрудников медицинской сферы Десногорска. Ежедневная борьба за человеческие жизни и круглосуточный самоотверженный труд – вот суть работы врача. Сказать спасибо медработникам и поздравить их с наступающим праздником от лица всех жителей муниципалитета пришли первые лица города. Хочется пожелать две вещи. Первое – здоровья крепкого вам, потому что если оно у вас будет, вы будете в строю и сможете оказывать помощь нам. И второе, что сегодня немаловажно, о чем сказал Алексей Валерьевич, это оптимизм. Потому что если у вас, у врачей, не будет оптимизма, что говорить о нас, простых жителях? Мы тогда, наверное, полностью впадем в панику. Самое главное для человека – это что? Здоровье. Ну мы же такие люди, мы небрежно, наверное, относимся к своему здоровью. А вы вот эти наши ошибки, вы поправляете, даете нам здоровье, ставите на ноги. Поэтому низкий поклон вам за ваш тяжелый труд. Это был сложный год, который потребовал от медработников недюжинной выдержки и терпения. С пониманием и наставлением коллегам обратился главный врач поликлиники Алексей Азаренков. Он отметил, что выстоять перед трудностями, которые часто возникают перед врачами, можно только работая, сообща и не забывая о безопасности друг друга. Самое главное – наш с вами кадровый потенциал. Поэтому самая большая ценность у нас – это вы, и медицинские работники, и немедицинские работники, которые работают в нашем учреждении. Поэтому всех вас с праздником, с нашим, здоровья, удачи, успехов вам и вашим близким. Закропотливый труд и чуткость в работе медработникам вручили благодарственные письма Смоленской областной думы, нагрудные знаки «Золотой крест ФМБ России» и почетные грамоты от администрации Десногорска. Поздравлением присоединилась Валентина Рожкова, председатель комитета солдатских матерей, вместе с юноармейцами и офицером воинской части 3678. В их словах спасибо за грамотную и своевременную помощь матерям, детям и солдатам, а также призыв чтить героизм и мужество медработников. Такая нелегкая ситуация, которая сейчас складывается в стране, только вы способны оказать достойную помощь и поддержку, включая нас. Поэтому спасибо вам за это огромное. Когда бы не обратился в отпуске, когда бы не позвонил, всегда помогут, всегда решат вопрос. Низкий был материнский поклон за здоровье людей, за здоровье нашего будущего детей. В этот же день прошло награждение медработников, принявших участие в конкурсе «Магия рукоделия вне медицины», который проходил в больнице 16 и 17 июня. Впечатляющие плоды своего хобби представили сотрудники 18 отделений. Первое место занял операционный блок, а приз зрительских симпатий у работы Елены Орловой из рентгенологического отделения. О криминальной обстановке в городе расскажет начальник тыла отдела МВД по городу Десногорску Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 86 сообщений о происшествиях. Из них два сообщения о преступлениях. Зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 65 административных правонарушений, в том числе 53 нарушения правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечены 2 человека. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 7 человек. Неизвестная страна Тибет и Гималайские горы становятся ближе для жителей Десногорска. 10 июня в выставочном зале Историко-Краеведческого музея состоялось открытие выставки художественных фотографий, посвященной самой высокой горной системе планеты. Неприступные холодные холмы, глыбы льда и остроконечный пик самой высокой в мире горы Эверест. Таинственная и далекая земля, которая будоражит воображение и рождает самые невероятные легенды. О горной системе Гималая, о народах, скрытых за вершинами ее хребтов, можно узнать подробнее благодаря выставке под названием «Гималай-Тибет». Это уникальный научно-творческий проект, созданный сотрудниками Международной общественной организации «Центр духовной культуры города Самары» во главе с ее президентом Юрием Рудичевым, главным оператором, а также автором большинства фоторабот. Выставка включает 96 фотоснимков, в которых отражены 12 лет путешествий по высокогорным районам и населенным местам Непала и Тибета. В каждой работе взгляд художника на малоизученный уголок земли, попытка передать зрителю выставке представление о людях Непала и их культуре. Они достаточно преисполнились в культуре, в религии, возможно. У них богатый внутренний мир. Захотелось, конечно, побывать в Непале, посетить эту прекрасную страну Тибет. Эта культура, в ней что-то есть. Окунуться в мир высокогорья и традиции Востока можно будет до 30 июля. Именно столько продлится выставка «Гималай-Тибет» в городе Десногорске. Ксения Ложкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. В конце выпуска о погоде. Десногорск, как и большинство городов Центральной России, во власти субтропического циклона. 22 июня температура воздуха поднимется до плюс 31 градуса днем, ночью до плюс 20. На сегодня выпуск завершен. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова